КРИЗИС Крым, который был представлен на первой ярмарке в нашем округе, добавилась еще и продукция из Крыма. В экономику Крыма, в экономику Российской Федерации. Товары поставляются напрямую от производителей России и Белоруссии. На выбор жителей представлена продукция практически от 100 различных предпринимателей. Нет сегодня дефицита в продуктах, что сегодня нет высоких цен. Все зависит от продавца. И вот продавцы, которые сегодня здесь на ярмарке есть, их устраивают. И моржа есть, и сам по себе заработок существует. Самое главное, что население ощущает, что сегодня комфортно в Московской области жить и можно купить все, что хочешь, по приемлемым ценам. В Химках купить эти товары можно в течение этих выходных, включая 8 марта, по адресу Юбилейный проспект 66 с 10 до 19 часов. Помимо нее, в округе работают регулярные ярмарки выходного дня. Жители муниципального дома номер 46 по улице Микояна, это всходни, обратились в администрацию Химок с просьбой помочь им разобраться с квитанциями для оплаты услуг ЖКХ. С января этого года в Химках, как и во всей области, расчеты производит новая организация МособлЕРЦ. По словам жителей, в некотором платежке перестали приходить, а те, кто получил документ, обнаружил там некорректную сумму. Какие-то услуги несусветные, к примеру, взять подогрев холодной воды, тут же пишут, холодная вода для подогрева. Стоят счетчики прибора учета, потребление в каждой квартире, они эти показания не принимают. Не у всех жильцов правильно установленные приборы учета сотрудники администрации пообещали, что вопрос будет решен. Владимир Слепцов взял ситуацию под личный контроль. Интересно знать, что беспокоит жителей, потому что есть абсолютно понятные проблемы, которые нужно решать буквально сегодня. Хотелось бы услышать у нас новое руководство, дирекция единого заказчика, у нас новые руководители жилищно-коммунального комплекса. Хочется вообще увидеть, каким образом они будут справляться с таким проблемами, которые сегодня в городе есть. Вот так комментирует ситуацию руководство ДЭЗа. ЕРЦ комплексно разберется с данной проблемой, то есть сразу проверит все месяцы и выставит показания счетчиков. ЕРЦ реагирует в течение одного-двух дней, плюс работа разносчика, которым является Почта России, я думаю, еще день. То есть после праздников до четверга, я думаю, что жители получат уже исправленные квитанции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова